Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Почему? Потому что мне кажется, что глубина проживания жизни в моей стране, она более ценна, чем это было бы, если бы я со всеми своими компетенциями, навыками и какой-то, наверное, страстью к социальному служению была бы там. Продолжение следует... 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 Какое время? Это бра-бра-бра-бра-бра. То есть это, ну, высылались записи цифровые, и все искали сразу. Это там 1600-1700, какое-то? Благословно. Я, если он вас и не проверял, но, насколько я знаю, в церковно-приходской школе, реализованной Ефросиньей Полоцкой, принимали только те, кто знал свой род до пятого колена. Вы приняты. Пято-шестый колено, это, конечно, требуется попрацелать по архивам, поездить, так? А тут, я думаю, что еще в арте ведать историю, это просто священная разговора. То, чего он нам не хватает, в наших семьях, это когда дети будут разговаривать с Басханей, и с той же там, с бабулей-зядулей. Это самая богатая крыльница, откуда можно все пожертвовать. Мы не ведаем, чем жили наши родственники, вся такая история, какая выходит с семьи. То есть мы ее не ведем, нажав. И нажаваем проблему то, что мы не хочем ее делать. У меня молодежи очень много в клубе английского языка и студентов, и я вижу, что многие из них учатся совершенно не там, где они хотели бы учиться, и занимаются совершенно не тем, чем они хотели бы заниматься. А почему? Может быть, проблема моды, то есть какое-то модное направление, вот они идут туда, проблема финансов. То есть вот именно, что там я смогу заработать, а если я буду заниматься любимым своим делом, я не смогу заработать. И вот это сплошь и рядом, и это не только среди молодежи, это и среди людей всех поколений. И самое обидное, это когда человек уже в таком возрасте, когда, ну, то есть уже очень старшем возрасте, и он понимает, что он всю жизнь занимался любимым делом. Пытаюсь просто показать, что есть много вариантов, как зарабатывать даже любимым своим делом. Я считаю, что хорошо зарабатывать можно только на любимом делом. Потому что если ты занимаешься тем, что тебе не нравится, то, ну, обычно мир так устроен, что он обычно не дает заниматься тем, что не нравится. Я просто это сама прошла, потому что я много лет мечтала быть писателем, а много лет была манежа по продаже. И вот когда я смогла это сделать, я написала свою первую книгу, мне только одна, пока вышла. И я просто вижу, насколько изменилось качество жизни. Это совершенно другой мир. И вот сейчас я чувствую себя естественно счастливым человеком, потому что я занимаюсь тем, что мне нравится. Может быть то, что мне тяжко самому себе принять такими, как я есть. И тяжко найти ту группу, которая выманывала меня не только с теми добрыми якостями, а и с теми проблемами, которые я маю. И во всем этом молодцы, хоть я часто буду учить себя виноват, но я сто процентов себя в этом молодцы залечиваю. А ей молодцы можно похвалиться наибирь за то, что она за все-таки будет отчувать фальш, когда есть какие-нибудь больше, тем меньше аутритет, какие маленькие посылы. И если есть некая фальш, когда не сходится слова с учинками, то за все-таки молодцы это отчуваю. Если мы говорим о смысле жизни и в отношении как бы смысла жизни мы рассматриваем проблему вызовов, то у человечества на протяжении всей истории его существования существуют только две проблемы, которые он пытается решить всеми доступными ему методами с помощью психологии, философии, религии, прочего-прочего-прочего. Это две проблемы. Это бытие и обладание. Вот кто я такой? Я животное, которое обладает всем полностью, женой, детьми, они мои, я их господин. Вся жизнь существует ради меня. Я голоден ради себя. Я желаю удовлетворить свои эстетические потребности ради себя. Я творю ради себя, потому что в этом раскрываюсь я. Вся жизнь вращается вокруг меня. Это проблема обладания. А есть другая сторона жизни, другой путь. Это бытие. Ну, такое слово запыленное, старое, древнее. Бытие — это буквально какая-то жизнь, которая не завершается никогда. Вот мы сейчас приветствуем друг друга словами «Христос воскресе» и слышим ответ «Воистину воскресе». В этих словах, в этом приветствии христианском, которым мы прославляем воскресение Христа, как раз таки звучит наше упование на бытие, которое никогда не закончится, на бытие в Боге. И если мы уже начинаем формировать свою жизнь, исходя из стремления к бытию, то она у нас складывается совершенно по другим законам. Любовь у нас какая-то дурацкая начинает получаться, потому что в этой любви уже важен, простите меня, просто не секс, не обладание, не насыщение другим человеком, не насыщение за счет этого человека. А в этой любви важным становится жертвенность. В царском служении важным становится жертвенность, потому что человек полагает свою душу за ближних своих. В любом другом служении как раз таки на первое место выступает та любовь, которую любит Бог. Бог любит любовью, которая проходит порой через поражение. Нет, я вру. Я сейчас пытаюсь обмануть вас, наверное, дорогие мои, потому что вы точно знают, да и вы, наверное, знаете, если вы посмотрите внутрь своего сердца, что не бывает у этого понятия, слово порою. Настоящая любовь и победа над смертью всегда должна пройти через какой-то момент поражения для того, чтобы воскреснуть, как воскресает Христос. Очень часто мы в диспутах говорим проблемы, 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 а на самом деле в мальчике и девочке проблем у нас не так уж и много. Знаете почему? Потому что если есть хотя бы один вариант решения, это уже не проблема. А что? Правильно ввести, кто постарше уже ориентируется в то, что к чему. Приходит человек и говорит, не могу вот эту ступеньку. И мне со стороны видно, что эта ступенька имеет размер маленького камешка, который мы в детстве пинали, пускали уголны на ролики, пытались запросить, кто дальше, когда он там прыгает, где будет и правда. Ну камешек-то совсем маленький, а для человека это уже большая проблема, которую он не может перестануть, потому что он себе создал вот такую огромную стену внутри себя. Кто же тут мне казался, что ничего не нового, я с ним поважаюсь, шматриваюсь разных теорий, и одна история говорит, что есть такая цикличность, что все повторяется. В отсутности, когда не повезлить, то можно заваживать, что в отсутности нечто сейчас изменяется, но на инших уровнях, в меньших проявках сдвигается. И я не решу, что зараз нам жить в складании 4 тысячи, 4 тысячи лет тому. Тогда были инши умовы, тогда были инши проблемы, это слово зараз связано с инши выклики, яких зараз нема, они не актуальны нам зараз. Тому я хочу, что историю в арте памяти, когда не будем жить той историей, какая была 50 год тому, это будет для нас проблема. Потому что люди, которые живут 50 год тому, я не имею инши проблемы. И Крым будем всех брать приклад, это правильно приклад, но, скажем так, не наклеивать, а на себе. Потому что у нас зараз инши ситуация, у нас инши проблемы, это навод в один час мы живем, как и брать, весь свет, то, что актуально зараз для нас, для Беларуси, какие проблемы, они могут быть неактуальны для краин с соседних, они могут быть абсолютно неактуальны для краин с меньшего континента. И я радушу, я так вот тут поближе на столе, что нам жить зараз ни простей, ни складальнейшим, ты, кто живет до нас, и ты, кто живет после нас. Есть свои проблемы, а ли есть их решение, вот их проблем даются. Я верю в то, что, когда есть некие проблемы, на них есть новые шахи выходят. Про смысл жизни мне понравилось. Вот, у меня почему-то есть смысл жизни, такой же, тоже в интересной фразе, с по-моему, в этом он, он с корнями. Вот, он у меня называется радоваться самой и радует друге. Так вот, дай Бог, чтобы этот момент не наступил, когда мы уже летим с моста. Помните, что всегда можно с кем-то побеседовать, и может быть даже любой близкий человек, и даже священник, слышите? Оказывается, даже священник. Потому что этого не все знают, даже те, кто правильно стоит. Они не знают того, что можно подъехать батюшке и просто с ним поговорить. Не стесняйтесь, ищите истину, не останавливайтесь на достигнутом, и главное, никогда не сдавайтесь. Христос Воскресе!